Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, как уже был объявлен руководитель детского фонда Андрис Бердж у нас в гостях. Здравствуйте еще раз. И, конечно, первый вопрос. За последние годы, как вам кажется, насколько вообще изменилась ситуация с воспитанием детей в Латвии? Насколько она стала, не знаю, насколько родители стали чуть-чуть относиться к своим детям? Ответственнее. Да, или все-таки это остается на прежнем уровне? Ну, вы знаете, так как я руковожу детский фонд 30 лет, немножко больше, чем 30 лет, В свое время с Андрисом Селецким мы снимали такой фильм под названием «Почему я родился?». И он был по разным, разным таким моментам. Там снято было по неблагополучным семьям, там было актуально тогда, что нюхали клей и так далее. Вы знаете, если бы этот фильм, он так по этим кускам, по проблемным вопросам поставить на сегодняшний день, там особенно ничего не изменилось, только она стала немножко иначе. Если клейни сейчас особенно не нюхает, то есть другие вещи, которые можно курить и нюхать. По отношению, ну, я бы не сказал, что отношение детям, она изменилась. У нас, знаете, есть такое, ну, рождественское такое отношение. Когда есть Рождество, мы становимся немножко лучше, немножко добрее, немножко чувствительнее. А потом опять, как говорится, заезжаем в старую колею и поехали опять дальше. Даже вот в центрах, которые у нас есть по детьми насилия, реабилитацию за год проходят около двух тысяч детей. И если мы смотрим статистику, а эта статистика не та статистика, которая, знаете, собирается очень много цифр вместе, и потом какой-то средний, один когда-то пошутил, что есть голубец, или как это называется? Бухлажан? Не-не-не, когда капуста заворачивается. Да-да-да, голубец, да. Да-да, но голубец, когда вот один есть и кушает капусту, другой, а если сложить вместе, то средний получается голубец. То получается у нас, что эти цифры 80%, за каждой цифрой стоит конкретный ребенок. И 80% насилия в семье по разным моментам, это происходит именно в семье. Это не кто-то сбоку, или это именно в семье, или это кто-то из близких родственников. Это относится именно тем, которые в семье. Многие говорят, да-да, ну, конечно, понимаем, это есть те семьи, которые есть неблагоприятные, те семьи, которые есть какие-то проблемы экономические и так далее, и так далее. Да, есть процент, раньше он был больше, но, знаете, удивительно, что статистика сейчас показывает то, что попадают дети из более-менее экономически нормальных семей, где происходят вот эти проблемы. Там есть развод в семье, там есть деление имущества, и посредине где-то попадает один или второй ребенок. И вот такие, это есть именно вот такое насилие над ребенком в семье. Извините, а вы говорите о физическом насилии или эмоциональном? Физическом. И физическом, и эмоциональном. Вы знаете, никогда не можно вот разделить, если он сделал какое-то физическое насилие над ребенком, его разделить и сказать, что там эмоционального ничего не было. Нет, ну я имею в виду, просто здесь бывает эмоциональное насилие, которое тоже эмоциональное. Есть такое, это в школах у нас очень много таких случаев. Увеличилось количество сексуальных насилий. Увеличилось даже? Увеличилось. В семье или в целом? Ну и в семье, и в родственниках, в целом, я говорю, она увеличилась. Это тоже, ну такая... Или может быть просто стали более доступными, ну то есть... Стали люди замечать, да. Вы знаете, эту фразу я лет 15 употребляю. Я думаю, что там есть какая-то правда, что мы становимся более внимательными, мы более так относимся к этому, но не проходим, может, мимо, может, как-то даем какую-то информацию. Это тоже играет одну вещь. Ну, сложно сказать, многие психологи по-разному оценивают, почему именно такая ситуация сложилась, что именно сексуальная есть. Я думаю, что здесь очень большую роль играет и интернеты, и разная доступная информация разным для детей, может быть, ненужным информациям, которые используются, я думаю, что это есть насилие среди подростков, это есть и насилие взрослых над детьми сексуальной. Но я хочу сказать, что это не только, вы знаете, как-то Латвия выделяется в этом плане. Эта тенденция идет в целом, если мы посмотрим в Европе и в Америке, такие самые случаи. Я думаю, есть такой интересный период, время, я не знаю, как его назвать, какое-то такое, ну, все дозволенности, недозволенности, или неправильное понятие, что есть демократия, да, она как-то, если ребенку не объяснять, если там взрослым не объяснять, что демократия – это не то, что я хочу, и я буду делать, это уже на грани анархии. Нельзя сказать о всей обществе, знаете, я как долго этим занимаюсь, можно, кто-то слушает, он говорит, ну, так не может быть. Да, конечно, я концентрируюсь именно на эти вопросы. Врач тоже, если каждый день будет заниматься какой-то болезнью, ему будет казаться, что все мы больны этой болезнью. Но тенденция вот этих цифров, которые идут, да, она, ну, не в лучшую сторону. Но скажите, Вы упомянули, что происходит реабилитация детей, вот после насилия, а что происходит дальше? Вот ребенка возвращают в семью, где произошли такие инциденты, или изымают из семьи? Нет, его не возвращают. В центре у нас есть пока такая система, ну, там Тесси и Псаркс вот тоже были, они проверяли и смотрели, были такие мысли у нас тоже, что его нужно дифференцировать по времени. Когда происходит, потому что в центр мы не забираем с улицы, да, в центр попадает ребенок, который или это полиции привозит, или барин Тесси привозит этих детей. Потом происходит вот это самое такая, ну, анализ, помощь психологов, анализ вообще этой ситуации создавшейся. Если ситуация есть такая, что есть насилие от, скажем, одной или другой стороны, в больших случаях это со стороны мужчины, или там отца и так далее, то, ну, новый закон, который идет, его можно ограничить, его, ну, контакт с этим ребенком или в эту семью. Простите, а почему только ограничить? Разве, если не происходит сексуальное насилие, такого человека не надо сажать в тюрьму? Вы правильно говорите, но до того, как посадить тюрьму, должен быть расследование и суд должен быть, да, там многие вопросы. И до этого не было закона, который ограничивал общение такого человека со своим ребенком? Ну, не было такое, что вот его именно не допускать, что он не имеет права посещать в эту семье жить. Он сейчас должен не находиться до того времени, пока будет выясненный момент. Но, как вы понимаете, теоретически это красиво, практически Латвия очень небольшая страна. И все-таки эти контакты есть. Даже вот в случаях, когда в центрах у нас есть, ну, если это происходит в какой-то одной стороне страны, то если родители продолжают, или один из родителей, или из родственников продолжает как-то искать эти контакты с этим ребенком, мы стараемся, чтобы этот ребенок находился вот этот месяц или два месяца в другом, в центре, чтобы он не знал, где он находится. Очень бывают случаи, не очень, а, скажем, бывают случаи, что, потому что у нас идет и программа реабилитации мать вместе с ребенком, ну, или в каких-то случаях и отец вместе с ребенком. Потому что тот, который написал заявление в полицию о том, что есть это насилие, да, та сторона, которая обвиняется в насилии, старается как-то повлиять или, ну, грубо, или по-другому как-то, чтобы это заявление они забрали с полицией, чтобы это дело не было возбуждено. Потому что в каждом центре у нас сейчас находится видеонаблюдение вокруг центров, и стараемся это контакты есть с полицией, если какие-то случаи бывают. Это очень непростая реабилитация, она должна быть дольше. Мы смотрели, директоры центра смотрели разные варианты здесь, в Европе, и, скажем, как-то это в Великобритании происходит, как это в Италии происходит, как это в других странах. Примерно эта вся, ну, система где-то одинаково, она похожа, только по длине, по долготе реабилитации, нужно очень индивидуально подходить к каждому этому случаю. Что позитивно, что сейчас показывается больше случаев, когда его доводит расследование и отдается уже в суд, и, как вы знаете, есть уже такие случаи, которые... Ну, я радуюсь, что за такое сексуальное насилие над ребенком человек получает справедливое наказание. И, наверное, об этих случаях нужно больше говорить, если мы говорим о тех людях, которые думают или что-то могли бы делать против этих детей, что они не смогут безнаказанно пройти. Это сторона, которая делает. Вторая сторона, что очень... Ну, это такое, знаете, рано ребенка на всю жизнь. Особенно, если мы говорим о последнем очень тяжелом, тяжком преступлении, это насилие сексуальное над ребенком. Выйти из этой ситуации очень сложно. Вы спрашивали, что происходит потом. Потом дается такая карта, которая социальным работникам на месте проживания, и есть и реабилитация ребенка по месту жительства, конкретному самоправлению, где он проходит. Ну, я думаю, что это должно быть намного... Это только первый такой, ну, как вам сказать, пластер поставлен по этому вопросу. С этой семьей, с этим ребенком должны очень долго работать, чтобы его помочь и вывести, как-то вывести из этой ситуации. Потому что насилие, как вы знаете, рождает другое насилие. Это не такие пушистые дети, которые попадают, над которыми издевались, или которым были физические насилия. Они держат такое, ну, желание отомстить за то, что ему сделали. И если ему не помогать, то очень часто он согласен отомстить любому, любому первому, который ему попадается под руку из взрослых или... Тоже детей, да. Да, тоже детей. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Это телефоны прямого эфира, а также номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Звоните, пишите. У нас в гостях руководитель детского фонда Андрис Берзинш. Мы начали тяжелую тему. Может быть, немножко ее сменим? Да, давайте, тем более, что фонд ведь помогает. С утра, да, чтобы не было. Да, да, да. Сколько у вас вообще фондов по Латвии? Ну, примерно. Фондов? Центров, простите. Центров, да. Фонд один, да, конечно. Ну, пока 7 центров есть. 5 центров, которые мы создавали здесь. У нас есть ряд еще, надо будет, переорганизации, которые сейчас популярно идут. И два есть на, объявляют его на закупку. Это Добелы, которые участвуют и в Энсбиллс. Построены совсем с нуля, которые мы построили без государственных финансов. Там помогали и местные спонсоры, помогали из Германии, из Америки. Это центр в Латгалии, который мы делали абсолютно без нуля. Он в таком сельском-сельском варианте. Он работает на Латгарский регион. Ну, я предпочитаю, я думаю, что каждый из нас предпочитает. Это очень важную роль играет, чтобы были эти условия. Стараемся сделать так, чтобы они были очень, ну, такие, чтобы нравились человеку там находиться, чтобы это не была какая-то институция по сути. Но это все спрашивает деньги, потому я говорю... Кто помогает вам, кстати? Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо тем, которые помогают. Ну, помогают в этом и местные спонсоры у нас есть. Ну, я не хочу назвать одного, ну, одного я все-таки назову, хотя, может быть, это не будет популярно, что одного называют. Ну, есть фирма «Алфорс» и Анж Зузанс, который искусством тоже занимается. Ну, я его знаю 30 лет, он регулярно помогает абсолютно без каких-то... Вы знаете, часто бывает, ну, часто, не часто бывает, спонсорство, она такая, ну, мы тут, как говорится, вам поможем, а вы, пожалуйста, там, как говорится, на рубашке меня как-то нарисуйте или там скажите. Потому что это спонсорство меценатства у нас почти не развито, почти не развито меценатство. Так что это, главным образом, всю инфраструктуру, это относится к тому, что детский фонд должен сделать, а то, что относится именно к этой услуге, которая делается в центре, это оплачивается со стороны государства, идет. А у вас вообще хватает специалистов, я имею в виду психотерапевтов, каких-то других, ну, людей, которые работают с детьми? Или... Потому что во многих социальных сферах это, конечно, большая нехватка людей, и многие на это жалуются. Вот как у вас обстоят дела с этим? Ну, всегда такие специалисты не хватает, не хватает психологов, которые работают, социальных работников не хватает. Ну, всегда проблема психологов есть, это зарплата, потому что психолог, который практикует индивидуально или частно свою практику, он может заработать намного больше, чем там. А это есть специфика, все-таки работать психологу с этими детьми в центре, это совсем по-другому есть. Здесь есть еще один момент, что, вы знаете, всегда говорят детские дома, когда идет Рождество и так далее, ехать. Там есть момент, который все-таки, это время, пока ребенок находится на реабилитации, как-то контакт с другими и так далее, чтобы он меньше находился, пока набирается какая-то информация. Но мы делаем такие лагеря, если переходим к другой какой-то теме, это и есть лагеря для детей-инвалидов. Можем сказать, что мы были первые в Латвии, которые создали первый лагерь для детей-инвалидов. Это состоялся, притом зимний лагерь, он был в Межезерс, если помните такое место, был лагерь, до сих пор там находится, и там гора была, я не знаю, сейчас там на лыжах. Сейчас только в одном месте можно кататься. И там был первый лагерь. В целом, сейчас мы стараемся собрать деньги, здесь тоже спасибо, я хочу сказать, Латвии из Межи, которые финансируют лагеря, и в целом мы собираем где-то финансов для 22 лагерей. Одна стоимость одного лагеря, ну она где-то от 8 до 10 тысяч евро. Ну, я помню, как цены выросли за это время, что первый лагерь в свое время мы сделали тогда, финансировали иностранные у нас партнеры, стоил полтора тысячи долларов. Ну, за вот за 30 лет мы как-то уже... Но для детей это бесплатно. Да, еще хочу сказать, никогда и ни за одну услугу, все равно это детский лагерь, это концерты или так далее, никогда детский фонд не брал ни с кого, ни один сантим или сантим, или копейка, или я не знаю, цены. Ну, не знаю, мы никогда никакие деньги от их не брали. Ни один лагерь у нас платный не был. 14 тысяч детей, я читал, да, за 30 лет. Да, да, это в лагерях плюс минут. Притом, там есть очень разные дети. Здесь один конкурс был, ну не хочу сказать, если когда-то будет при случае, при том, ну люди, которые работают в социальной сфере, когда был конкурс, мы отдали там, где можно было участвовать для одного лагеря, детей, которые больны детским... Пролечом, да. Пролечом, да. Пролечом, при том колясочники в этом лагере, это очень сложная работа, это работа социального работника, он один к одному идет с ребенком 24 часа этим ребенком заниматься. Притом, Иоанн Саннман, художник, он едет туда и делает такие, ну, конкурсы рисунков, насколько это дети могут делать. Здесь была идея, что с Молдова тоже дети-инвалиды могли приехать, какое-то такое, они хотят по уровню самоуправления. Вы знаете, когда социальный работник говорит, что там нету никакой ягодки в этом проекте, я не знаю, может для него это нету никакой ягодки, но для тех детей, которые едут туда в этот лагерь, которые очень тяжело больны, те родители, которые за это время могут немножко себя отдохнуть, когда эти дети находятся. Да, может кто-то едет и отдыхает, я очень рад, это очень правильно, где-то за границей, там у моря и так далее. Для них и для этих детей, это вот именно можно сравнить, как кто-нибудь в отпуск и уезжает туда. Знаете, это было очень больно вообще слушать, когда профессионал, работающий, может сказать такие вещи. Но, как говорится, земля круглая, это все на совести этих людей. А волонтеры, добровольцы какие-то помогают? Да, есть молодые люди, я, мы тоже очень рады, что они согласны, помогают и работают этими детьми. Это не очень простая работа, и не каждый может это сделать. То есть у вас есть какой-то отбор? Да, конечно, это мы должны смотреть, мы должны смотреть, во-первых, чтобы это не было, ну, не повлияло на этого ребенка. Люди у нас разные есть, я тоже хочу как-то, оказывается, что это может быть человек, который не имеет права работать вместе с детьми. А вот мне тоже интересовал вопрос, те психологи, которые работают с детьми напрямую и помогают им после травм и так далее, во всех их сложных ситуациях. Вы как-то, как фонд, как центры, вы помогаете этим психологам потом, потому что им тоже наверняка нужна какая-то поддержка психологическая после такого тяжелой работы? Или всё-таки это уже больше… Такой программы нет у нас, нет. Это больше относится, это кратковременные такие, ну, психолог, я думаю, что он восстанавливается, ну, он выбрал такую профессию человек, да. Потом я, как говорится, шляп и долой тем людьми, которые работают с этими детьми, которые помогают этим детям. Потому что, понимаете, когда человек, притом получает не очень-то сравнительно большую зарплату за эту работу, что каждый день он получает, ну, такой, ну, не позитивный, а наоборот, вот проблемные вопросы с утра до вечера. Притом, потом он приходит домой и он должен решать ещё семейные вопросы. Это не просто так, что, ну, знаете, там радостно всё время. Там есть проблемные вопросы. Вот здесь с социальным работниками и так далее, вот здесь больше нужно с ним как-то помочь, чтобы они работали. Иногда справедливо, а иногда несправедливо мы нападаем на социальных работников. Вы знаете, мы так сгоряча, часто бывает такая тенденция, если кто-то из какой-то профессии что-то сделал, мы начинаем обобщать, что, вы знаете, вы все такие, да, там, или это вы все такие. Не бывает такого все такие. Если есть конкретный Иоанн, Иванов, Петров или кто-то, Карлес, давайте будем говорить о конкретных случаях, о конкретных людей. Не надо обобщать на всех, чтобы все плохие. Если были там полицейские, кто-то плохое сделал, не будем говорить, что вся полиция такая плохая есть. Или врач один такой был, не будем говорить, что все врачи такие плохие. У нас есть звонок в студию, давайте попримем, наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать вопрос. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Так вот, я, значит, хотел, ну, я несколько раз звонил по одному и тому же поводу. Значит, проблема была в школе. То есть, ребенка несколько лет там унижали, то есть, мучили. Такая не школа, а живодерная. То есть, ребенок ходил не учиться, а мучаться. А некоторые ученики ходили туда просто развлекаться. Вот, я, значит, пожаловался в полицию, и полиция ничего не хотела делать. Это был 2004 год. Пригласили по повестке меня с дочерью к себе. И следователь просто всю ситуацию перевернул против нее. И, ну, как-то заставлял ребенка плакать. Вот, потом на следующий день я пошел снова к этому следователю выяснять, почему она себя так вилала. Она сказала, что если не прекращу, значит, следить там за детьми, ну, которые ее обижали, так, мою дочь, то они подадут на меня в суд. Вот это очень неприятная ситуация. Да, ему приятная ситуация. Скажите, у вас есть ли вопрос какой-то? Нет, я понимаю вопрос. Ольга Паджуна была у вас в студии, и это я все рассказал, был круглый стол у вас, да? Этот кадр вырезали, и она убежала оттуда из студии, такая вся недовольная, возмущенная. То есть, получается, что ребенка мучают в школе, потом он растет, его мучают на работе. То есть, меня так же со мной делали на работе. Ну, это 2004 год. Да, когда не обращаешься, ты враг народом становишься. То есть, у нас государство этим не занимается. Это живодерно. Спасибо большое. Я постараюсь вам, постараюсь ответить. Во-первых, я хочу сказать, в 2004 году возможно, что такая ситуация была. Я допускаю, что так и есть, и человек не врет. Ну, сейчас у нас есть разные, есть по правам детей инспекции защиты. Это есть, полиция намного сейчас поменяла свое отношение к этим случаям. Могу сказать, что она намного серьезнее относится к таким случаям. Это можно, если есть какие-то проблемы, звонить в детский фонд, можно найти нашу... Скажите свой номер телефона просто, чтобы это... Пусть зайдут, там есть несколько телефонов. Просто набрать, да. Детский фонд Латвии. Да, если там есть проблемы. Самоуправление социальной помощи по месту. Наверное, есть и сегодня такие случаи, где кто-то очень небрежно или безответственно относится к вопросам. Но изменилась эта ситуация намного. Просто видите, я понимаю, что здесь еще один момент. Одно дело, когда взрослый и ребенок, вот мы говорим о насилии. А если вот происходит конфликт между детьми, например, в школе. Вот ведь это очень тонкий момент, потому что всегда очень сложно разобраться, кто кого травил. Где, ну вот насколько... Ну, родители каждой стороны будут утверждать, что правда на их стороне, защищая своего ребенка. И вот как, например, вот в этих ситуациях. Да, там должна быть и работа на месте. Это есть тоже психологическое насилие, которое очень распространено в школах. Об этом и говорят, и стараются как-то это, ну, работать с этими детьми, которые издеваются. Здесь есть по-разному издеваются. Это где физически сильнее издевается, где есть материальное, материально более обеспеченное. Он чувствует в себе, что он не только над детьми может издеваться, он может издеваться над учителями тоже. Что это говорят так, что, вы знаете, вот я тут испортил дома своего ребенка, я даю его школу, я хочу вечером его 6 часов получить обратно очень хорошего, доброго, отзывчивого и умного. Но если воспитание идет, во-первых, это в семье, школа может его дополнить знаниями, отношениями, контактами, это все развивать дальше, глубже и намного качественнее. Но чтобы часто вот эта тенденция, которая, я все могу, потому что отец у меня или там и мать очень богатый или влиятельный, или вы попробуете только что-нибудь мне сказать, я позвоню и быстренько решу. Это переносится на ребенка, он переносит это, старается таким самым образом себе вести непосредственно на школе, не только в школе. А как вы... А, да, Олег. У меня просто вот тоже очень важная тема, которую я, боюсь, хотел затронуть, провинции, вот сельские, например, вот дети, которые растут в сельских школах, которые сейчас, ну, закрываются, там люди уезжают, ну, в принципе, есть уже такие депрессивные районы, где трудно найти работу. Вот дети вот в этих районах, насколько они нуждаются, ну, может быть, в каком-то особом внимании, потому что они вырастают, когда родители, потеряв работу, могут тоже, ну, впадать в депрессию, это срываться на своих детях и так далее. Ну, есть на месте тоже, я говорю, есть психологическая помощь, реабилитация детям, которым нужна вот такая помощь на месте. Я думаю, что это недостателочная. Ну, мы как-то... Когда-то нужно и психологу работать, это нужно профессионально подготовленные и учителя, которые по курсам, которые могут говорить с семьям, этими детьми и так далее. Я абсолютно с вами согласен, потому что человек, который переживает взрослый кризис, потери работы, он становится нервным. Часто насилие, оно вызывается именно тоже один из моментов есть, когда человек, он всё потерял, деньги нет, работы нет, он не знает, он приходит дома, тут ещё ребёнок его дёргает и как-то в этом моменте он может тормоза пропасть и как-то одноразово что-то сделать против ребёнка. Я думаю, что такие услуги там, где нет ещё насилия, ну, есть проблема в семье. Они именно в сельских районах, они должны работать, там социальные работники стараются делать, но так, чтобы отдельный психолог работал с каждой такой семьей, нет. Сейчас будет реорганизация или реформа самоуправления. Сейчас есть интересная такая ситуация, что немножко, знаете, ну, это нормально психологически, когда человек, работающий там и социальный, и барин, и так далее, они как-то притормаживаются одна часть, притормаживаются и не понимают, буду я работать, не буду работать, где я буду находиться, в каком месте, я буду конкретно. И тогда вот эта именно работа, которая нужна с этими семьями, она немножко, ну, снижается и их уровень, и количество. Ну, непосредственно я с вами согласен абсолютно, что такая помощь семье нужна. Мы каждый сталкиваемся с такой проблемой. Это не только какие-то глобальные, мы каждый маленький вариант, который приходим домой, мы каждый человек с хорошим настроением, плохим настроением и так далее. Насколько я могу сам себя, ну, затормозить с какими-то моментами, но это всё показывается на ребёнку, на ребёнок, и очень часто он как зеркало потом начинает это всё. Воспроизводить на других. Такой вопрос, как вы вообще относитесь к такой идее? Понятно, что вы не работаете с родителями, вы работаете с детьми, но как вы относитесь к идее о введении обязательных курсов для будущих родителей? С тем, чтобы они всё-таки знали, как реагировать на такие ситуации? Потому что многие действительно, ну, их вот растили, там, не знаю, когда они были детьми, или их растили вот с физическим насилием, им кажется, ну, меня били, и вот я нормальный вырастут, будут детей бить, они тоже нормальными вырастут. Это же очень частый аргумент. А есть такие курсы, по-моему, же... Они не обязательные. Они, по-моему, да, но они... По-моему, бывший министр Раснач, по-моему, тогда его как-то какие-то курсы такие думал. Я не знаю, вы знаете, всё, что идёт с насилием, таким, ну, как сказать, насилием, ну, так, вот, обязаловка, да, она всегда как-то отталкивает. Здесь должны работать, работать как-то с этими семьями, особенно эти семьи же можно выделить непосредственно в школе, в школе, которая выделяется, чувствуется. Вот здесь есть какая-то проблема семьи, здесь есть проблема такая. Вот с этими семьями нужно очень деликатно, профессионально работать. Но школа сама сейчас скажет, у нас всё время идёт реформа, мы не можем как-то... Учителей не хватает, детей много. Не хватает и так далее, и так далее. И каких-то школах были социальные работники, ну, сейчас каких-то их нет. Но я думаю, что именно психолог работать в школе, это очень важная профессия, которая нужна. Нужна учителям, она нужна детям и нужна родителям. Как это сделать? Я сегодня не хочу философствовать, как это сделать так, чтобы она была доступна до этой семьи. Но что-то в обществе изменить нужно. Вы знаете, когда вот эти данные, цифры, они говорят о чём-то, что-то есть больное. Мы больше рассказываем, мы больше раскрываем, мы больше не так, как говорится, шепчемся о проблемах дома, только у телевизора и так далее. Это хорошо. Ну, нужно второе, как-то посмотреть, почему это происходит. Значит, в семьях есть, как вы говорите, много проблем. Если это доходит до психологического насилия, есть физического, ну, я не говорю о сексуальных, это уже… А ещё вот лет 10 назад была одна из таких очень обсуждаемых проблем, когда родители уезжали за границу работать, дети оставались, ну, с бабушками и дедушками. То есть, вот сейчас, насколько сейчас актуально это? Потому что часто бывало, что вот, ну, уже пожилые люди не справлялись, не могли обеспечить детям какого-то, ну, достойного ухода за детьми. Это есть то самое, она остаётся, эта проблема остаётся, это есть в районах социальных, работники стараются помогать те бабушки, которые занимаются этими детьми. И спасибо им, что они занимаются этими детьми. Ну, конечно, она должна быть, это помощь, помощь этой бабушки, помощь этим детьми. Мы можем, конечно, сказать, что, вы знаете, ну, сами так решили, что же поделать, оставили. Но в конечном результате мы опять получим какую-то проблему, проблему потом. Притом, долго говорю, ну, как не могут собраться. Роль социального работника, я считаю, она очень-очень важная, именно социального работника. На сегодняшний день социальный работник загружен, потому что он хочет, он загружен бумагами. Кому нужно там пособие, кому это, он занимается, нужно такой социальный работник обязательно тоже. Нужно увеличить количество социальных работников самоуправления, если сейчас идут реформы, которые непосредственно занимаются с теми семьями, где есть проблемы. Тогда можно заранее определить уже и понять, что есть, и помочь заранее уже этой семье. И работать, знаете, так, вот они полгода как-то пришли за пособием, какая-то проблема. Ну, я им говорю, перестаньте так, больше не делайте. И через следующие полгода, а за это время есть, да, это будет, нужно платить деньги. Это мы предложили вот такой, ну, как один эксперимент по одному городу и по сельскому району, увеличить количество социальных работников, посмотреть год-полтора, что происходит. Может, их можно уже вытянуть, работу найти, может, это будет на будущее, это будет намного дешевле, чем мы, вы знаете, как-то окупаемся или откупаемся. Откупаемся. Да? Ну, ну, Надя, Надя, вот берите, берите вот пособие у вас, только оставьте покой. Ну, только оставьте. Ну, мы же вам дали, ну, вы же купили это самое, там, дрова. Ну, что вы еще хотите от меня? Вы знаете, это похоже больше на такую, конечно, эта помощь нужна, но она больше нужна вместе с финансовой, она должна быть как-то выйти из этой ситуации. Ну, если я не могу выйти, ну, не получается у меня, если кто-то мне не поможет, а кругом есть такие самые орбиты, которые кружатся, кто с бутылкой, кто еще, вот я тебе поучу, как жить. Вот социальный работник в этой роли играет огромнейшую роль, и мы никак не хотим помочь, понять. Мы понимаем, дырка на улице, мы понимаем, ее нужно сасфальтировать. Вот, видите, сделано. А там, где идет работа человеческая, человеческими умами и так далее, что это за работа? Что за социальный работник? Ну, давайте, ну, не отставьте, ну, у нас проблемы самоуправления есть, ну, там течет, там падает, там не присоединили, там не соединили. А все это, бля, это все для людей? Спасибо на такой эмоциональной ноте, нам, к сожалению, пора заканчивать эфир, хотя, конечно, об этой теме можно говорить очень долго. У нас в гостях был руководитель детского фонда Андрис Берзнич.